Продолжаем выпуск. Преданность своему Отечеству, долг, честь и патриотизм объединяют этих людей. Сегодня в УЗЖГУТе отмечали памятную дату – День ветеранов боевых действий. Майя Хамдохова с мероприятия. В этот день ветераны собираются у мемориалов, возлагают цветы к мемориалам и памятникам, вспоминают погибших бойцов и товарищей. Мы в неоплатном долгу перед всеми поколениями защитников Отечества. И особенно это важно для подрастающего поколения, потому что ребята должны видеть, видеть те образы и образцы мужества, на которых они должны равняться. Сегодня поздравления принимают все участники боевых действий, независимо от звания и количества наград. На мероприятие в УЗЖГУТе пригласили воинов-интернационалистов, участников специальной военной операции и членов их семей. К великому сожалению, не все вернулись домой. Некоторые отдали свою самую дорогую жизнь. Они всегда останутся в наших сердцах. Геннадий Петраченко вспоминает сегодня историю призыва на афганскую войну. Он рассказывает о трудностях, через которые пришлось пройти ему и его боевым друзьям совсем еще молодыми. Афганская война – наша история сквозь боль и потери наших друзей и товарищей, делится ветеран. Когда призывали, команда 280 относилась к Германии, приземлились в Солнечном Ашхабаде. Тогда сразу понял, что Афган в разгаре, идет война. За два с половиной месяца подготовки на полигоне и перебросили в Афган. Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов в своем обращении сказал, что во все времена защитников Отечества, настоящих героев и преданных своей стране патриотов, отличали мужество, отвага и беззаветное служение Родине. Долг и честь для российских военнослужащих всегда были и остаются главными жизненными принципами. Им верны и наши бойцы, участники специальной военной операции, которые не просто самоотверженно отстаивают национальные интересы России, а показывают всему миру, что нашей великой многонациональной стране не страшны никакие натиски врагов. Майя Хамдохова, Ренат Муков, Вести, Карачаева, Черкесия.